Добрый день, друзья! В своей деятельности мы, к сожалению, часто сталкиваемся с ситуациями, когда мужчина, бросив женщину с ребенком или с несколькими детьми, прекращает давать ей деньги на содержание детей. А содержание детей в сегодняшних условиях вещь не дешевая. Опустим игрушки, развивающие материалы. Одежда, питание, медицинские расходы – все это стоит денег. Что же делать, если пока еще муж или уже бывший муж перестает участвовать в содержании детей? Нам кажется, ответ очевиден. Необходимо принуждать его к этому с помощью государства. Есть два способа взыскания алимента. Первый – получение судебного решения в исковом порядке. И второй, самый простой и быстрый способ – это получение судебного приказа. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Для того, чтобы получить судебный приказ, необходимо пройти небольшой квест. Итак, если муж ушел, оставив жену с ребенком, она может обратиться в суд. Внимание, друзья, сейчас будет юридический термин. С заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Обращаться необходимо в мировой суд по месту жительства должника, либо в мировой суд по месту жительства взыскателя. То есть вы можете подать заявление о выдаче судебного приказа и по своему месту жительства. Вам совершенно не нужно иметь юридическое образование или обращаться к юристам, для того, чтобы самостоятельно подать заявление о вынесении судебного приказа. Давайте остановимся на сведениях, которые вам будут необходимы для подготовки заявления. Итак, первое. Необходимо определить адрес судебного участка. Это достаточно просто сделать. В любой поисковик необходимо забить запрос «Мировые судьи такого-то региона». И первым в списке, как правило, выпадает сайт именно мировых судей вашего региона. На нем необходимо найти свой участок. Второе. В идеале вам нужна копия паспорта должника. Из нее вы возьмете сведения, которые необходимо указать в заявлении. Третье. Копия вашего паспорта. Четвертое. Это копия свидетельства о браке, либо решение суда о разводе. Если же вы не в браке и не были в браке, тогда свидетельство о рождении ребенка. Переходим, собственно, к пятому пункту. Оно вам так или иначе понадобится. Мы специально для вас подготовили образец заявления о взыскании элементов. Его можно скачать по ссылке под описанием видео. В образце этого заявления мы цитируем норму Семейного кодекса, устанавливающую размер элементов, подлежащих взысканию. И вам необходимо выбрать ваш случай и вставить его в просительную часть ниже после слов «прошу». Там вы увидите пробел. На одного ребенка взыскивают одну четверть дохода должника, на двух детей – одну треть дохода, на трех и более детей – половину дохода должника. Итак, заявление заполнено. После заполнения заявления приступаем к формированию пакета документов для подачи заявления в суд. Распечатываем заявление в трех экземплярах и подписываем его. Делаем копии приложений и прикладываем их к заявлению. Обратите внимание, что в списке приложений на последнем месте стоит копия настоящего заявления. Именно поэтому вы распечатали три экземпляра заявления. Два экземпляра заявления с приложениями вы отдадите в суд, а на одном из них вам поставят отметку о его получении, и вы оставите его себе. На сайте суда можно узнать приемные часы работы канцелярии. И в эти приемные часы, собственно, можно прийти и сдать заявление. Ну, либо вы можете отправить его по почте. Если вы будете сдавать заявление, как мы говорим, ногами, то не забудьте взять с собой паспорт. Сам приказ можно будет получить в канцелярии суда или вам направят его по почте. После получения приказа его необходимо будет сдать в службу судебных приставов по месту жительства должника, и приставы приступят к взысканию. К сожалению, сам факт получения судебного приказа еще не гарантирует вам регулярного получения денег в том объеме, на который вы рассчитываете. Существует множество лазеек, которыми пользуются отцы, не стремящиеся заботиться о своих детях. Но если дисциплинировать должника с помощью судебного приказа не получилось, я настоятельно рекомендую вам обратиться к юристу. Мы еще будем говорить об элементах на нашем канале. Наша цель простым языком донести до вас сложные нормы закона. Но все иные сценарии, они, к сожалению, более сложны для простого гражданина и требуют участия профессионалов. Я очень надеюсь, что этот ролик был вам полезен. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу вам. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok